Добрый вечер, присутствуем у микрофонов, как всегда, Михаил Якимов, моя соведущая, Вероника Иванова, а также гости нашего сегодняшнего эфира Сергей Федосиенко, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, и Анна Кухарева, призер чемпионата Европы по этому же виду спорта. Здравствуйте! 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 Пармонально тяжеловато, потому что не было понятно, куда мы готовимся и когда вообще разрешат соревнования. Сначала готовились на Европу, потом думали про мир, потом вот оказалось, что теперь будем выступать на Кубке России. Ну вот как раз расскажите, раз уж мы говорим, что это разминка, подготовка, что впереди, какие планы? Вы уже вдвоем, ну не только вдвоем. Да, мы в составе сборной команды Новосибирской области, в составе 11 человек, через буквально 3 недели выезжаем на Кубок России в город Тулу. Это практически все спортсмены, практически все, они относятся к сборной команде страны, должны были участвовать кто на Чемпионате Европы, кто на Чемпионате мира в этом году. Ну, соответственно, все отменили, и поэтому единственный старт, достойный, высокого уровня, это остался Кубок России. И мной было принято решение, что как раз нужно всем на него съездить, ну и, так скажем, то, что натренировали за эти полгода, кто что смог, все-таки показать. А дальше уже, исходя из каких-то результатов, будем готовиться на Чемпионат страны весной. Ну, надеемся, что в следующий год он будет обычный, никаких пандемий не будет. Смотрите, вы говорите, 11 человек поедет, это все кандидаты или уже члены сборной России, действующие, да? Ну, 11 я назвал это всего, то есть 2 тренера, 9 спортсменов, ну, из них 5-е это члены сборной команды России. Ну, это много для одного региона, да? Да, у нас сейчас очень сильная женская именно сборная, вот, поэтому мы на протяжении последних, наверное, 2-х или 3-х лет занимаем первое место женской команды. И на Чемпионатах страны. Поэтому вы сейчас лидеры, наверное. А ну, а почему так? Как девчонки договорились, какие-то задачи перед собой ставите? Или пугаете, может, соперницы как-то перед стартами? Нет, никак не договаривались, ничего. Просто так получилось, тренируемся. А из мужской сборной сейчас у кого-то травмы, кто-то по семейным обстоятельствам не может тренироваться. Поэтому оказалось, что женская сборная на первом месте сейчас. Ну, а вообще, может быть, в двух словах, чем вас-то привлекает вид спорта, да? Как, может быть, ну, не то чтобы как вы в него пришли, но, в общем, да, и это тоже интересует. Мне кажется, всегда интересует судьбы конкретных людей. Я пришла, как многие девушки в этом виде спорта, просто в тренажерный зал, чтобы фигуру поправить, так сказать. И тренер, первый мой тренер предложил попробовать себя в этом виде спорта. Выступила, понравилось. И до сих пор выступаю, тренируюсь уже больше 10 лет. И до сих пор нравится, я так понимаю. Ну, а тем более цели какие-то большие же стоят впереди. Чемпионат Европы, я так понимаю, вы не ограничиваете? Да, конечно, цели следующие, чемпионат Европы, сначала отобраться на него, потом, если все хорошо, выступить. Если совсем все хорошо, возможно, попасть на Чемпионат мира. А что касается игр, как же, не олимпийские игры, а всемирные игры. Да, 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 всемирные игры. Ну, они должны были, вот в ноябре должен быть, чемпионат мира должен был быть. И именно там состоялся бы отбор на всемирные игры, которые должны были состояться в 2021 году. Теперь все на год сдвигается, сдвигается Олимпиада, соответственно, и на год сдвигаются всемирные игры. То есть, они теперь пройдут не в 2021, а в 2022 году. И отбор на них будет на Чемпионате мира 2021 года. Ну, то есть, получается, что у спортсменов еще и люфт сокращается, да? Есть ли какое-то в этом преимущество, что получается между предыдущими и следующими всемирными играми? Ну, зато он увеличился между предыдущими и будущими вот сейчас. Поэтому здесь как бы спорно. Ну, в любом случае, там, три года – это тоже очень большой срок. Как бы опять это я уже совсем молчу. Это перспектива такая, да. Вы все-таки уже опытные спортсмены, члены сборной России. Молодежь. Как раз, я так понимаю, на таких турнирах, как Чемпионат области, города, и отсматривается резерв, так скажем, местных спортсменов. Есть ли какие-то перспективные юные спортсмены, на кого вы сейчас уже можете делать ставку? Я знаю, Сергей, вы еще и как руководитель федерации, да, областной, можете как-то себе отбирать, смотреть, кто, кто, на кого в будущем полагаться. Да, конечно, я всегда, я ведь отсматриваю все соревнования от начала до конца, с утра до ночи, грубо говоря, на них нахожусь, или сужу, или еще в каком-то амплуа. И они всегда, эти звезды, как вы говорите, появляются, но бывает, они появились и тут же погасли. То есть на следующих соревнованиях их уже нет. По каким-то обстоятельствам куда-то исчезают. Но в этот раз я бы отметил двух спортсменов среди мужчин, хотя вот ему 24 года этому парню, Андрей Пальчиков. То есть он стал абсолютно чемпионом даже, хотя только перешел из юниорского возраста в возрослый. То есть для нашего вида спорта это все-таки подрастающее поколение. Потому что у нас до 35 лет можно спокойно прибавлять в результатах. Это не художественная гимнастика, не плавание. Там уже 25 заканчивается. Это уже ветераны глубокие причины. А среди девочек я вот смотрел соревнования, понравилась Дьячкова Анастасия из Купина. Молодая девчонка, ей там 16 или 15 лет, и выполнила с первого захода норму мастера спорта. Конечно, здесь ее не присваивают, но тем не менее, поднятые килограммы, они выше норматива мастера спорта. То есть это очень достойный результат. Сергей, смотрите, а вот тут такая работает схема, как рассказывают, например, тренеры в волейболе, что они с первых секунд по видео даже видят, что вот спортсмен перспективный, или вот он уже вряд ли. Или тут надо смотреть на конкретные цифры. Дистанцию может посмотреть, несколько выступлений сразу. Да нет, ну можно очень красиво присесть, скажем, 50 килограмм, но это ведь ни о чем не скажет. А можно коряво, но 300. Поэтому здесь, ну как бы, от цифр, конечно, очень много зависит. У нас красота исполнения, она не оценивается. То есть ты должен выполнить упражнение согласно определенных правил, и поднять как можно больше. Вот это основное. Ну, конечно, с какой-то там кривой техникой это делать гораздо сложнее. Меня еще спрашивают иногда, как вот вы видите, там приходит к вам на тренировке, вот будет с него толк или нет. Вот иногда приходит, и сразу видно, что у него чувство движения. То есть ему говоришь, вот присядь вот так, он берет и делает. И сразу получается. И не надо ему 10 раз объяснять, что вот нужно это так, это сделать, это так. Конечно, чувство снаряда это очень большое значение имеет. Ну вот уже о методах тренерских пошел разговор. Может быть, Анна скажет, вот как удается, я не знаю, добиться результата? Ведь вы в связке с тренером работаете непосредственно, и вот как этот общий язык находится? Иногда ведь, наверное, что-то не так получается. Или, может быть, хочется по-другому сделать? Или в вашем виде спорта это немножко другое, там, не художественная гимнастика? Ну, я считаю, что тренер всегда прав, всегда служит тренера. Конечно, бывают какие-то разностения, допустим, даже на эти соревнования следующие мы устали, не хотели ехать, но тренер убедил нас, что надо выступать, надо вспомнить, что такое соревнование после большого перерыва. И даже вот это выступление на чемпионате области показало, что тренер был прав, потому что перед областью я, допустим, никогда не волнуюсь перед таким выступлением, ну, не очень серьезным. Но тут волнение было просто из-за большого перерыва. И, то есть, стоило выступить здесь, чтобы уже побороть это волнение более спокойно, взвешенно, исправить ошибки и выступить через месяц. А у пауэрлифтеров есть какие-то свои, ну, не знаю, ритуалы или там приметы, что-нибудь такое? Или, ну, у вас это как-то не вклинивается? С правой ноги выходить на полоску. Ну, у нас есть, допустим, штангу не перешагивать никогда. Ну, не все это, это такое, скорее, старая какая-то примета, какой-то ритуал такой. Сейчас уже не все это знают, не все выполняют. Ну, такое есть. А ритуал на соревнованиях перед выступлением у каждого свой. Кто-то, тренер, вот головой о штангу бьется. У вас какой? У меня просто вспомнить, все в голове прокрутить, что нужно сделать, что команды, сесть ниже и так далее, повторить в голове, что нужно на помосте сделать и спокойно выйти и это сделать. Секи, а зачем вы вот так вот головой о штангу? Это на приседаниях, перед приседаниями. Ну, не знаю, выхожу и вот как-то себя, чтобы маленько взбодрить. То есть, ну, я не то, что там бьюсь с разгоном, но такие какие-то. Ну, все равно после соревнований у меня вот такое пятно, как у индийца остается. И работает, главное, понимаете? Да, главное много поднимать, и можно потом все что угодно сказать, что это работает. А вот скажите, а было ли такое, все равно ведь хочется постоянно прибавлять, но когда-то ты доходишь до такого предела, что ну все, по крайней мере сейчас я не могу. Было ли такое, когда не то, что остановилось аж страшно от нагрузки, от какой-то, вот, что тяжело прям. Это же не такой простой вид спорта, как кажется. Поднял и все, ну, сколько можешь. Здесь на тренировках, конечно, важно планирование и вот работа тренера в первую очередь. Это некоторые спортсмены, они не хотят много, например, делать, но часто наоборот их приходится останавливать. Он говорит, а вот давайте там добавим, вот тут еще сделаем. И вот главное вовремя остановить. А прибавлять можно всегда. Все какие-то стереотипы или там планки, они только в голове. То есть кто сказал, что ты присел 300, а не сможешь 301, а потом 302. Никто же не говорит о прибавках там в 50 килограмм. Конечно, это уже будет, скорее всего, невозможно. А, кстати, вот говорили о том, что бывает такое, что звезда зажглась на каких-то термах, а на следующих нет. А что надо сказать, что надо сделать? Может быть, он просто и не знает, что он настолько хорош, может, он думает, что ему просто повезло. Но вы же видите, что есть талант. Что надо сделать, что сказать? Может быть, пробовали когда-то кого-то привлечь, а сна и так, подожди, стой, тебе надо. Ну, вот какие-то такие магические движения. Как остановишь? Ну, ведь вот я рассказал вам про двух этих спортсменов, да, но нет гарантии, что на следующих соревнованиях их уже не будет. Ну, то есть, ну, нет таких гарантий. А на самом деле, я очень часто замечаю, что именно те, кому дано и легко дается, а они, как правило, и как-то легко с этим расстаются, что ли. А вот кто с трудом это каким-то там 5-7 лет тренируется, ему не так легко это взять и бросить, и сказать, ай, все, не хочу. То есть, вот эти люди более упорные. Ну, вот у нас как раз можно спросить у спортсмена, Анна, вы вот как совмещаете с остальными сферами, да, своей жизни? Насколько я помню, тренировки-то длинные, долгие, да, и они такие, там, не пробежка вечная. Из матрии, 4 часа, конечно, это не 15 минут. Как вам дается совмещать? У меня есть возможность подстраивать, так сказать, жизнь под спорт. То есть, я в тренировочные дни стараюсь вообще не работать, никак не отвлекаться от, настраиваться на тренировку, но особенно если она тяжелая. Если не тяжелая, конечно, можно и поработать, и погулять, и что угодно. Вот, ну, у меня есть такая возможность, так как я по профессии программист, это свободный график работы. У остальных, в основном, просто после работы тренируются. У нас очень мало спортсменов, которые именно занимаются только спортом, в нашем взводе спорта. В основном у всех работа, обычно после работы приходят, 3-4 часа тренируются, готовятся. Ну да, ну сложно просто, наверное, бывает совмещать, потому что это же не как футбол какой-нибудь профессиональный, где огромные зарплаты, и не надо отвлекаться. Это и есть работа твоя, по большему счету. Да, а здесь как-то не у всех удается стать тренером, там еще что-то. А вот, Ванна, из какой категории? Из тех, кто вот сразу зажегся, и было сразу видно, и как-то что, да, из вас толк выйдет, или вам приходилось, ну, в какой-то момент перебарывать себя, были какие-то попытки, там, ну, не знаю, перестать заниматься? Или, может быть, какой-то другой вид спорта вас на какое-то время привлекал? Нет, перестать заниматься попыток не было, и другой вид спорта тоже. Я бы сказал, что уже я начал заниматься паралифтингом в 19 лет, и для других видов спорта, для серьезных занятий, это уже поздно. А так как наш вид спорта возрастной, то есть, с 19 лет я вот по текущий момент смогла достичь, ну, довольно высоких результатов. Вот, а если делить на категории спортсменов, то я отношусь скорее ко второй категории, то есть, только своим упорством добиваться цели, то есть, у меня не было такого, чтобы я начала тренироваться и сразу выстрелила, там, очень быстро, или, там, сразу какая-то техника у меня появилась очень продуктивная. То есть, только тренировки, тренировки. А вот я еще хотел спросить про нюансы амуниции. Насколько я знаю, жим, пауэрлифтинг делится на две категории. Это классический без амуниции и в экипировке. В чем разница в экипировке? Потому что, ну, ремень, например, ну, поясной, да, он и там, и там, я так понимаю, применяется. Ну, в чем же нюансы тогда? В классическом трайборе разрешено использовать только ремень и напульсники. И все, на кисти одевается. Ну, чтобы не вывихнуть. Ну, а в экипировочном трайборе это используется комбез для приседаний и жимовая майка. Но, если взять, ну, просто сравнение с каким-то другим видом спорта, то возьмем легкую атлетику и возьмем две дисциплины, которые у нее. Это прыжки в высоту и прыжки в шестом. То есть, вот то же самое. Прыжки в шестом – это более технический вид такой. То есть, там, ну, как бы… Так же и у нас. То есть, у нас в классическом трайборе побеждают более сильные, на мой взгляд, опять же, более сильные от природы спортсмены. Но менее техничные в какой-то мере. В экипировке нужна очень филигранная техника. Она не прощает каких-то мелких даже ошибок. То есть, невозможно. Она сразу, наоборот, тебя ломает. Вот так. А настолько всего лишь там, да, майка жимовая… Ну, на самом деле, если бы вы одели жимовую майку, вы бы поняли, о чем я говорю. Просто, когда говоришь, вот жимовая майка, ее нужно одеть. А она сковывает настолько, что ты просто не можешь ничего не сделать без веса. И когда ты используешь дополнительное отягощение, она немножко там продавливается. Но это же все нужно контролировать. И это, на самом деле, очень сложно. Ну, такие вот нюансы узнаем. Да, это наши технические моменты. И чтобы их как-то понять, это только нужно испытать на себе. Ну, вот интересно. Еще получается столько таких как-то нюансов, да. Да, вот что-то для разнообразия, может быть, пробуете со своими спортсменами какие-то другие, может быть, совершенно противоположные, непохожие виды спорта. Часто слышим от тренеров, что даже девчонок, которые занимаются аэробикой, раз, ставят на какие-то упражнения, футбол играют, то есть что-то, чтобы мозг перезагрузился. Работаете в такой тип? Я в этом плане достаточно консервативный. Я, то есть, не использую никаких... Ну, то есть, я считаю, что есть чем рисковать. То есть, я не знаю, сработает это или нет. Если бы это были какие-то там спортсмены рядовые, там, первый, второй разряд, ну, не прокатило, и ладно, там, ну, ничего, через месяц начнем, как обычно, тренироваться. А такие вот уровни Ани, например, и таких у меня достаточно много, как бы я не хочу рисковать, и поэтому использую классическую систему подготовки. Ну, то есть, травмы здесь, ну, и травмы, какие-то нюансы, да? Да, конечно, ну, какой футбол, вот он неудачно там мяч кнул, ногу подвихнул, и всё, и до свидания. То есть, тут как бы... А какая, кстати, самая распространённая или самая опасная травма у пауэрлифтеров? Ну, на самом деле, травмы у нас... То есть, травмы могут быть достаточно серьёзные, так скажем. А мелких мы просто их не замечаем, потому что это постоянно, если ничего не болит, то это плохо тренируешься просто. Болит всегда что-то где-то больше-меньше. Ну, а бывает, конечно, достаточно серьёзно. И переломы, ну, веса большие. Что-то неправильно маленько сделал, и винтом идёт рука, например, ломается две кости. Это вообще элементарно. То есть, ну, на моей памяти очень много таких случаев было. Поэтому техника здесь тоже очень важна. Казалось бы, просто поднял, да? Ну, мне же тебе сегодня всё кажется. Просто надел, просто поднял. Ну, а получается, сейчас... Вот Анна говорила, что она начала заниматься в 19. У кого есть возможность прийти в этот спорт? То есть, в 19 ещё можно. Вот вдруг нас кто-то слушает, и вот задумался, что, может быть, это тот... Ведь спорт, о котором стоит заняться. Пауэрлифинг из целых видов спорта, ну, не считайте набор 7, наверное, самый популярный в нашем городе. Да, очень массовый вид, и это показывает и количество занимающихся, и количество выступающих на соревнованиях. Но на самом деле, на мой взгляд, оптимальный возраст, когда нужно приходить, это 14 лет. 14-15, 13, возможно, по-разному. Раньше не стоит, не сформировался ещё. Ну, раньше, опять же, дети разные бывают. Может быть, кому-то можно и в 10, но это уже, скорее, исключение будет. Ну, а если прийти в 25, ну, вероятность чего-то добиться, конечно, уже будет минимальная. Поэтому сейчас спорт молодеет, и наш, в общем-то, в том числе. То есть, смотришь, ребята уступают в 16 лет, а он уже серьёзные веса там поднимает. То есть, во сколько он должен был начать, чтобы их поднимать? Ну, конечно, не в 15, соответственно, лет 10. Поэтому всё индивидуально, но вот средний возраст, на мой взгляд, такой. У нас ещё есть несколько минут эфира. А подходит ли пауэрлифтинг или какие-либо упражнения, как Вы считаете, для любителей, тех, кто не планирует, например, какие-то высокие награды получить и уже добиться уровня, тем более возрастные спортсмены? Можно ли что-то позаимствовать? Или всё-таки тут всё сопряжено вот уже с высокими достижениями? Нет, ну, смотрите, наши упражнения, которые нашим соревнователями являются, это приседания, жим лёжа и тяга, они используются, я думаю, 90% спортсменов всех остальных видов спорта, которые используют, ну, так скажем, в своей подготовке, тренировке в тренажёрных залах. Ну, конечно, они это делают не так, как мы, в какой-то, как-то это немного по-другому всё происходит, но тем не менее. Поэтому из арсенала наших упражнений, я думаю, что много чего можно взять для других видов спорта. То есть любительский пауэрлифтинг, в принципе, тоже имеет свой прелесть? Ну, конечно, но любительский он, опять же, чем? То есть мало кто потом удерживается от того, чтобы не выступать. То есть всё равно говорит, я для себя, для себя, а потом, ой, да нет, давайте вот тут вот попробую, а потом и вот здесь попробую. То есть это затягивает, всё равно, когда есть какая-то цель, пусть не чемпионат мира и не России, а даже поучаствовать на чемпионате области и поднять какой-то там вот результат. Говорит, я вот хочу пожать 150, вот он к этому идёт, там, 5 лет может идти. Это интересно, а когда без цели, это неинтересно. Ну, то есть самое интересное, что на чемпионат области, насколько я знаю, и заявку-то легко подать, может, каждый, буквально, в федерацию. Медицинскую комиссию проходишь, делаешь заявочку и подаёшь, и пожалуйста. Ну вот, кстати, Анна тоже говорила, что пришла изначально улучшить фигуру, да, а получилось, что появилась цель и уже 10 лет затянула. Если бы осталось так просто в тренажерном зале улучшать фигуру, то, скорее всего, закончила бы через год-два, надоело бы уже бесцельно как-то тренироваться. А спорт – это уже навсегда, наверное. Ну и характер тренируют, я так понимаю, тоже. Хотел задать ещё последний, наверное, короткий вопрос. В чём секрет, по вашему мнению, пауэрлифтинга? Вот есть тяжёлая атлетика, два родственных вида спорта, но в Новосибирске популярнее и привлекательнее для многих, как мне кажется. Именно пауэрлифтинг. В чём секрет? Почему он выигрышный? Ну, проще, на мой взгляд. Хоть я и спортсмен, как бы, да, я должен говорить, нет, у нас всё сложно. У нас нюансов куча на самом деле. И сложно всё только тогда, когда ты выходишь на определённый уровень. То есть, ну, очень сложно присесть 300 кг, но очень легко присесть 100 кг. Поэтому это и притягивает вот именно большую массовость. То есть, достаточно легко. Понятно, что эти люди, может быть, никогда никуда не поедут, ни на какие соревнования, там, особенно высокого уровня. Но они будут вот в тренажёрных залах, он даже без тренера может сам коряво как-то это, но выполнять. А затем, может быть, его это увлечёт, он пойдёт тренеру хорошему, и что-то из него получится. Поэтому доступность этого вида тоже очень большое значение имеет. Ну что ж, замечательный у нас сегодня разговор состоялся. Напомню нашим радиослушателям, что в гостях были Сергей Федосиенко, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, и Анна Кухарева, призёр чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Большое вам спасибо, удачи на Кубке России. Спасибо. А этот эфир для вас провели... Вероника Иванова. И Михаил Егимов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok